Итак, друзья, Яндекс предлагает вам Яндексом DNS воспользоваться безопасным домашним интернетом. Ну, как вы знаете, все наши контакты происходят через DNS-серверы, значит, и вот Яндекс предлагает свои. Для чего это надо? Чтобы защититься от вирусов, мошенников и так далее. И сразу же есть, конечно, минусы, ну, а Яндекс будет знать, куда вы заходите, ну, и так далее. Соответственно, как работает Яндекс DNS? Ну, во-первых, что такое DNS? Это адресная книга интернета, где указан цифровой адрес каждого сайта. Например, Яндекс.ру живет по адресу, ну, вот тут цифры 213.108, 2411. Каждый раз, когда вы заходите на веб-страницу, браузер ищет ее адрес в системе DNS. Чем быстрее работает ближайший к вам DNS-сервер, тем быстрее откроется сайт. То есть Яндекс предлагает вам свои сервера DNS. А у Яндекса их более 80 DNS-серверов, расположенных в разных городах, странах. Запрос каждого пользователя обрабатывается ближайшим к нему серверу. Поэтому с Яндекс.ДНС в базовом режиме сайты открываются быстрее. Защита от опасных сайтов, естественно, потому что это через серверы Яндекса защищенные. Происходит защита от взрослых материалов тоже. Естественно, для детей. А многие пользователи хотят оградить себя или своих детей от сайтов для взрослых. Ну и защита от ботов. Сегодня злоумышленники создают целые сети из чужих компьютеров, чтобы с помощью атаковать сервера. Взламывать украденные пароли, рассылать спам. Пользователь обычно и не подозревает, что его компьютер состоит в такой сети. Программа бот никак не проявляет себя. Для получения инструкции боты подключаются к специальным управляющим серверам. Яндекс.ДНС в безопасном семейном режиме блокирует попытки соединения с такими серверами. Даже если компьютер заражен, злоумышленники не смогут им управлять. Данные о действиях сети ботов и управляющих серверах представляет система Virus Tracker. А Яндекс.ДНС в домашней сети или на определенном устройстве. Вот видите, есть Яндекс.ДНС доступен в роутерах. А, Сус, Делинк, Нетрис, Убдейт, Зиксель. Нету тут Xiaomi роутера. Так что, друзья, пользуйтесь. Ссылку оставлю в описании. Есть еще здесь технические подробности. Семейные и так далее и тому подобное. Вот, базовый, безопасный и семейный. Всего доброго. Всем пока. До свидания.